Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Недвижимость Бурятии». На прошлой неделе мы разбирались, что же такое кадастровая оценка объектов капитального строительства и есть ли какие-то льготы на оплату налога. А можно ли оспорить результаты оценки? Смотрите далее. Мы предполагаем, что вопросов очень много у граждан будет. И в целом по Российской Федерации, поскольку 28 субъектов с 1 января 2015 года перешли на счетление налога на имущество сходя из кадастровой стоимости, в рамках Росреестра РФ открыт сайт www.rostreester.ru который разъясняет порядок обжалования, допустим, результатов кадастровой оценки. То же самое есть сайт на налоговых органах, это www.nalog.ru Налоговые органы, которые помогают гражданину исчислить налог, какой он потенциально должен оплачивать. И, соответственно, в субъектах Российской Федерации работают постоянно действующие комиссии. У нас такая комиссия есть, это при управлении Росреестра по Республике Бурятия, которая рассматривает все спорные моменты. То есть если гражданин, увидев в этом постановлении свою кадастровую стоимость, и, кстати, результаты кадастровой оценки полностью есть на сайте Росреестра, поскольку это информация, которая подлежит однозначной передаче и в налоговые органы, и в органы Росреестра. Вот гражданин, получив такую информацию, он обращается в управление Росреестра через наш МФЦ, многофункциональный центр, который, значит, должны рассмотреть по существу его заявления. Если не посчитать, что действительно стоимость была установлена высокая, то комиссия может вынести решение о снижении этой стоимости. Значит, наряду с этим у гражданина есть право обжаловать результаты в суд. Но в суде он будет устанавливать рыночную стоимость своего объекта капитального строительства. То есть, если судебное решение, оно, значит, устанавливать совершенно иную, нежели было установлено в постановлении правительства Республики Бурятий, вот именно в кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости, то уже это вступившее в силу решения суда, оно направляется в налоговые органы, входя из которых, вот, уже налоговые должны предъявлять уведомления гражданину по плате налога. Значит, наши налоговые органы, они тоже самые, должны давать гражданам нашу информацию через МФЦ по разъяснению расчета исчисления этого налога. При этом, вот, буквально с 15 сентября по 15 октября такое мероприятие в рамках Российской Федерации будет проведено, что каждому гражданину будет направляться письмо, уведомление о том, что каким образом у него исчисление налога будет проводиться. То есть это мероприятие, проводимое именно органами налоговой службы Российской Федерации. Ну вот, надо, еще дополнительно, надо иметь в виду, что этот налог на имущество физических лиц, это доходная часть бюджетов муниципальных образований поселенческого уровня. То есть все поселения, они, при утверждении своих законов о бюджете, перед этим должны рассмотреть по существу конкретные ставки налога на имущество, которые должны быть выплачены. Если в целом по жилью, допустим, ставка 0,1%, органы местного управления имеют право, исходя из реальной возможности граждан по уплате таких налогов, они имеют право ее снизить вплоть до нуля и имеют право увеличить, но не больше, чем в три раза. То есть ставка 0,3% это максимальная ставка, которая может быть. Мы такую работу в целом по муниципальным образованиям проводили, и все-таки из-за того, что у нас на территории все-таки республики не такая высокая кадастровая стоимость объектов капитального строительства, практически процентов 80, наверное, 85 муниципальных образований по сельническому уровню, они приняли решение по ставке 0,3%. С 2015 года молодые семьи Бурятии, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут принять участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Программа нацелена на обеспечение жильем россиян в возрасте от 25 до 40 лет, имеющих постоянную занятость. При этом совокупные доходы участника программы должны позволять приобрести жилье, в том числе с помощью ипотечного кредита, средств материнского капитала или иных форм государственной муниципальной поддержки на приобретении такого жилья. Цена жилья, построенного в рамках программы, не превышает 35 тысяч рублей за квадратный метр, причем в стоимость входят отделочные работы. Также участникам программы предлагают оформление ипотечных кредитов по сниженным процентным ставкам. В Улан-Удэ строительство жилья по программе запланировано в микрорайоне мясокомбината в 105, 115, 128 и 140 А кварталах. Подробнее узнать об условиях участия в программе «Жилье для российской семьи» можно на сайте программы-жрс.рф. Это была «Недвижимость Бурятии». До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова